Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Донец и вы смотрите Честный обзор. Сегодня у нас на обзоре красавчик Samsung Galaxy A51, который в пределах 18 тысяч рублей имеет на борту целых 5 камер. Одна из них широкоугольная. Сразу скажу, что основная камера здесь вообще нормальная. Что же касается селфи-камеры, то она, ну, совсем бюджетная. А что вы хотели в пределах 18? Две сим-карты, которые можно использовать одновременно с microSD-флешкой на 512 гигабайт. Восьмиядерный процессор, 4 гига, оперативной памяти. Все будет летать. Очень важно, что также на борту есть все новые фишки. NFC, быстрая зарядка, датчик отпечатка пальцев, спрятанный прямо под стеклом и работающий достаточно быстро. Интересно? Все подробности смотрите прямо сейчас в Честном обзоре. Друзья, перед тем, как мы распакуем A51, давайте с вами поговорим о безопасности. Вот эта вот пломба должна быть обязательно. Она является пломбой, доказывающей, что смартфон не вскрывался. При этом в некоторых партиях поставки нет вот этой вот полиэтиленовой упаковки. Это вовсе не значит, что вскрывалась. Это вот есть такие моменты. Многие из вас хотят, чтобы смартфон был произведен во Вьетнаме. Хотя, ну, никем не доказано, что производство другой страны чем-то хуже. Ведь официальные представители Samsung контролируют производственный процесс. Ну, если уж вам важно, то в данном смартфоне производство Вьетнам. Пожалуйста, обращайтесь. Вы правильно сделали, что остались. Распаковка на раз-два. Раз. О, смартфон. Внутри этой коробочки, к сожалению, нет чехла, как в некоторых моделях Samsung. Ключ для открывания слота сим-карты, непосредственно сам смартфон, кабель для зарядного устройства USB Type-C, наушники дешевские, но хотя бы черного цвета уже хорошо, и зарядное устройство Fast Charge. Характеристики зарядного устройства. На выходе у нас есть два стандартных варианта. Это 9 вольт и 1,67 ампера, и 5 вольт 2 ампера. Ну, то есть это быстрая зарядка. Что касается автономности, из коробки я достал его с полузаряженным аккумулятором. Сутки возился с ним, устанавливал игры, что-то там прокачивал, перепрошивал, и в результате он до сих пор не сел. Так что автономность 4000 мАч, это ну нормально. Тем более, что процессор имеет две половинки. Одна меньшей производительности, другая большей. Это делается с целью экономии. Допустим, если вы не играете, работает только маленькая половина процессора. Ну что ж, впервые вместе с вами я вижу этот смартфон и наслаждаюсь его внешним видом. Решение черного цвета, на мой взгляд, просто удивительно удачное. Посмотрите, какой у нас интересный рисунок на поверхности задней крышки. Вы очень часто спрашиваете, где брать ростестовские телефоны, да подешевле. Но вот лично я рекомендую своим друзьям закупаться в магазине Касла. Они мне предоставляют смартфоны на обзоры, и для себя я покупаю тоже у них. Всегда ростест, всегда гарантировано, что все будет супер. Цена, естественно, чуть ниже, чем везде. Можете сами загуглить. Что же такое ростест? Смартфоны приходят от производителя в Москву. Там они распечатываются и погружаются уже в русскую коробку. С русской инструкцией и там пломбируются официальными представителями. Это и есть ростест. Занимаются ли левые магазины тем, что подделывают эту самую пломбу? Конечно, да. Поэтому я рекомендую вам все-таки обращаться к тем, которых вы знаете, которые ничем себя не скомпрометировали. На лицевой стороне смотреть абсолютно нечего. Все абсолютно стандартно, только камера. На левом торце мы с вами видим слот для открывания сим-карты. Обычный Samsung делали двухсимочники на выбор. То есть можно поставить либо две сим, либо сим и microSD. В данном случае пошли нам навстречу и поставили две сим-карты и еще и microSD плюсиком. Короче, о! На правом торце мы с вами видим качельку громкости и кнопку питания. А верхний торец, как говорит Донец, содержит микрофон и все, пипец. На нижнем торце мы видим стандартные 3,5 миллиметра разъем под наушники. Можно сказать, повезло. Соответственно, USB Type-C зарядное устройство и также для передачи данных. Микрофон, небольшое отверстие и, конечно, отверстие для выхода звука из динамика. На задней поверхности модуль, состоящий из четырех камер, предназначение которых общеизвестно. Основная камера, широкоугольная камера, камера, которая отвечает за эффект боке, размытие сзади, если ее закрыть пальцем, то пропадет и эффект. И, наконец, макросъемка. Об этом отдельные два слова. Как я уже говорил, фронтальная камера здесь работает достаточно хорошо. Что касаемо камеры для макросъемки, она здесь действительно пригождается. Посмотрите макросъемку, которую я делаю на основную камеру. Согласитесь, не то пальто. А теперь давайте сделаем ту же самую макросъемку на специальную камеру для макро. Ага, видите, насколько ближе, четче и красивее. Широкоугольная камера используется исключительно по назначению, если вы снимаете в таком тесном помещении, где хочется визуально расширить границы. Вот замечательная пекарня «Люди любят хлеб» и на обычную камеру не влезает. Камера с широким углом. Люди любят хлеб. Стабилизация в этом смартфоне только цифровая, хотя во флагманах можно увидеть и оптическую. Но это, конечно, дороже. Но зато здесь есть суперстабилизация. Та самая, которая использует широкоугольный объектив для того, чтобы немного кропать картинку и сделать очень плавную проездку. Суперстабилизация. Я просто иду. Евгений Донец – мультиформатный ведущий со стажем более 14 лет. Одинаково блестяще проведет вашу свадьбу, корпоративную вечеринку или концерт. Возраст людей не имеет значения. Сегодня мы находимся на специальной премии «Оскар» команды «Овен». Сколько лет вашей компании «Овен»? 26. 26 лет. И именно сегодня состоится... Хорошее настроение новогоднее. По отзывам клиентов, ведущий Донец не похож ни на кого. Он отличается ненавязчивой подачей, искренним ведением праздника и высоким уровнем профессионализма. Специальная телевизионная пауза, чтобы вы полоновались. Доктор Стрейн! Прямо в камеру! Благополучия, счастья и удачи в следующем году. Сканер отпечатка пальца расположен адекватным образом под стеклом. Нажимаем вот так, и он достаточно быстро срабатывает. Кроме того, он подсвечивается. Посмотрите еще раз. Вообще, основные устройства для безопасности входа – это датчик отпечатка пальца и распознавание лица. На мой взгляд, лучше отпечатка пальца пока что ничего не придумали. Сканирование радужки глаза было в одной из версий Samsung, но сейчас, видимо, это стало дорого, невыгодно и перестали встраивать. Еще раз посмотрим на смартфон и на то, как он лежит в руке и как смотрится. Смотрится очень дорого, смущает только вот эта поверхность. Не будет ли она царапаться? Подозреваю, что по идее должна. Ну, кстати, здесь есть олеофобное покрытие. Так что это еще никем не доказано. Народ, дисплей выше всяких похвал. Я его когда запустил, был вот этот вау-эффект. То есть, ну, красочный, ну, прям красивый. Единственная вот эта проблема с AMOLED дисплеями – шим. То есть, мерцание, которое как бы глазу незаметно, но глаза от него начинают уставать. Мерцание дисплея, которое незаметно для глаза, но вредит здоровью, проверяется примерно так. Убавляем яркость и шим сразу виден. Я вам так скажу, в сравнении с другими моделями здесь он минимальный. Не знаю, что они там сделали, но допилили. Чем яркость выше, тем шим меньше. Кстати, яркость здесь просто зашкаливает. Такое чувство, что можно загорать под ним. Я максимально увеличил для вас дисплей, чтобы вы посмотрели, что никаких пикселей не видно. Все-таки я хочу попросить Samsung, пожалуйста, да не нужны нам эти Super AMOLED. Лучше встраивайте IPS матрицы. Да, матрица IPS, конечно, немного увеличит смартфон в толщину, но самое главное здесь здоровье. Все-таки зрение экономится. Но теперь давайте посмотрим настройки. Поищем, ну может быть, что-то новенькое. Обычно я все сравниваю со своим флагманом S10+. Открываем шторку и смотрим, есть ли какая-то разница. Абсолютно все те же самые опции. Фильтр синего, кстати, не противный. То есть с каждым разом становится все лучше. Переходим на следующее окно. Здесь мы видим NFC. И все абсолютно стандартные. Из новых опций в смартфоне я нашел только одну. Посмотрите, это режим концентрации. Что он делает? Мы запускаем его и некоторые значки, которые вам, ну, особо-то и не нужны в рабочем состоянии, когда вы на работе находитесь, они просто убираются. Они даже не работают. Нельзя, собственно говоря, включить галерею. Можно использовать только то, что вам действительно нужно. Часы, телефон, смс-ки. Ничего новенького мы там особо не увидели. А вот за сценарий Bixby отдельное спасибо. Потому что эту штуку я использую постоянно. Точнее, настроил, и она сама включается, выключается, когда надо. Здесь можно прописать сценарий. Например, подходишь к дому, включается Wi-Fi или включается звук. А когда уходишь из дома, звук выключается и включается вибрация. Сценарий Bixby на борту есть, а вот Dex не установлен. Хотя производительности для этого вполне достаточно. Нас стимулирует. Покупайте флагманы. А теперь давайте протестируем камеры в полевых условиях. Съемка ведется обычным углом со стабилизацией 30 кадров в секунду. Дом не влезает. Запускаю широкоугольную камеру. И та же самая характеристика. 30 кадров в секунду. Стабилизация. Сейчас я вам, как обычно, покажу, для чего нужна камера с широким углом. Итак, вот на обычную камеру я пытаюсь снять район. И дом, конечно, не влезает полностью. Переключаем на широкий угол на ваших глазах. И вуаля! Влезает фактически все, что мы хотим увидеть. Съемка ночью. В кавычках, потому что очень яркое освещение повсюду. Стабилизация включена. 30 кадров в секунду. Та же самая съемка на широкоугольную камеру. Как видите, светосила проседает благодаря тому, что используется широкий угол. Ну а сейчас можно сравнить производительность камер A51 с Samsung Galaxy S10 Plus, моим основным смартфоном. Сравнение качества записи при равных настройках на S10 Plus и на A51. Сравнение качества записи при равных настройках. Но вы сильно увидели разницу между S10 Plus и A51? Для большинства моих друзей это вообще без разницы. Они берут и пользуются совсем чем-то другим. Вот не камерой. Главное, чтобы он не тупил. Вот это точно всех раздражает. А что касаемо камер, ну они практически сейчас везде реально хорошие. При дневном свете особенно. Давайте быстро посмотрим настройки камеры. Оптимизация кадра это когда автоматически выбирается режим, подходящий для этого времени суток. Сканирование QR-кода. Не нужна специальная кнопка. Включаешь фотоаппарат и наводишь на QR-код. Сканируется автоматически. Если подробнее говорить о камерах, то вы должны понимать, что показателем является максимальная производительность Full HD и 4K. В 4K это 30 кадров в секунду, в Full HD это 30 кадров в секунду. Причем обе камеры и селфи, и основная фронтальная снимают 4K. Давайте зайдем и посмотрим. Здесь у нас есть три варианта. Это 4K, это Full HD и это HD. Сначала я подумал, ну какая логика в том, что смартфон снимает 4K 30 кадров в секунду и в то же время Full HD тоже 30 кадров в секунду. Получается железа хватает на то, чтобы снимать 60 кадров в секунду Full HD. Но этого здесь нет. Причина очень простая. Скорее всего, камерам просто не хватает светосилы. Ведь если включить 60 кадров в секунду, то обязательно не хватает света. А если камеры и так недостаточно светосильные, то картинка будет фейловой, бракованной. Веселый Петербург. Это из машины играет, чтобы вы понимали. Здесь у нас есть также настройки камеры для селфи, то есть фронтальной камеры. И видим ту же самую картину. Как ни странно, селфи-камера снимает 4K с частотой 30 кадров в секунду и Full HD. Селфи-камера очень посредственная. Ну а что вы хотели? Бюджетник. Ну я уж заранее знаю, что если вот это отверстие под селфи-камеру небольшое, значит и камера, ну средненькая. У нее, кстати, нет автофокуса. Цвета, ну так себе, немного мылит, но светосила, в принципе, меня удивила. Нормально видит ночью. Сейчас делаю видеозапись на селфи-камеру качества 30 кадров в секунду в Full HD. Но между прочим, очень даже неплохо. Прям вообще, даже очень неплохо. Я не тестирую для вас видео в формате 4K, потому что это не говорит о качестве картинки, это всего лишь размер ее, понимаете? То есть в большинстве случаев вы не почувствуете разницы. Но также у нас есть различные режимы съемки, которые считаются банальными. Это Pro режим, где вы можете вручную выставлять все настройки. Панорама, макросъемка. Для нее используется отдельный объектив. Еда, это просто красивый цифровой эффект. Режим ночь, это круто. Это у нас таймлапс, сверхзамедленная и просто замедленная. А также есть гиперлапс. Ну вы понимаете, это когда эффект бегущих быстро облаков. По поводу плавности. Подписчики меня спрашивали там в сообществе. Очень плавный, не тормозит. Слушайте, было бы странно, если при таком процессоре он бы еще и подтормаживал. 4 гига оператива. Нет, конечно, все нормально. Единственное, учитывайте, что первые двое суток смартфон фоново обновляется. Подкачивать там какие-то файлики и так далее. В этот период он может поджирать батарейку незаметно. А вы можете подумать, батарейка слабая. Нет, это не так. Это он просто обновляется. Ждите двое суток и вот тогда делайте свои выводы. Кстати, об играх. Давайте протестируем ваши любимые игрушки. Одна из моих любимых игр для тестов это Real Racing. Если эта игра идет хорошо, значит довольно производительный процессор. Мы видим производительность графики PUBG Mobile и понимаем, что этот графон не максимальной производительности. Ну, то бишь, компьютер вывозит и вывозит очень достойно. Чтобы не изменять традициям, я запустил игру Asphalt, качество которой могу оценить как среднее. То есть бывало и лучше. Но при этом, что мы видим, ничего не тормозит. Что я подметил для себя во время тестирования игр. Они классно оптимизированы. То есть торможений никаких нет. Частота кадров приличная. 30-60. Но, маленькая хитрушечка, которую применяет Samsung. Разрешение явно ниже, чем Full HD. И это важно, господа. Оптимизация устройства максимальная. Специально для техногиков я сделал стресс-тесты. Посмотрите, какие результаты. Здесь мы видим, что процессор со временем продолжает работать достаточно стабильно и фактически не проседает. Троттлинг это всего лишь способ защитить процессор от перегрева. Это не является каким-то непредвиденным обстоятельством. Это запрограммировано разработчиками. Спустя буквально 3 минуты уже начинаются некие проседания, которые обозначены желтым. Но они не критичны. Это значит, что вы можете продолжать спокойно играть. У нас на борту 8 ядер. Причем 4 из них частотой 2.31 Cortex-A73. И 4 из них частотой 1.74 Cortex-A53. Вот показано, как работают все ядра. Что касаемо графического процессора, то используется Mali G72. Давайте попробуем протестировать искусственный интеллект. Распознавание картинок, которые подсовываются искусственному интеллекту, и есть показатель его производительности. Результаты показаний искусственного интеллекта вы видите прямо сейчас на экране. Ребят, подводя итоги, могу сказать, что смартфон стоит своих денег. Он реально красивый, тонкий такой, благодаря AMOLED-дисплею. Напичкан всем современным функционалом. И ну а что тут скажешь? По камерам, да, они посредственные. Но если вам нужны хорошие, прям крутые камеры, раскошеливайтесь тысяч на 50-70. А если вам за 17 смартфон нужно, ну в таком случае уж извините, чем-то нужно жертвовать. А хотя чем тут жертвовать? Камеры нормальные, красивые, производительные, игры тянет. Можно подарить родителям, жене, детям. Но я считаю, что решение очень качественное. На сегодня это все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кстати, добро пожаловать всем, кто к нам недавно присоединился. Как видите, эти обзоры заслуживают вашего внимания. С вами был Евгений Донец. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok